Всем привет! Сегодня ответим на накопившиеся вопросы. Вопрос от Одри из Ютуба. Сколько цинка надо принимать ежедневно, чтобы облегчить субклиническое заболевание щитовидной железы? Я бы принимал рекомендуемые суточные нормы, очень низкие, где-то от 8 до 10 миллиграмм. Это очень-очень мало. Я бы принимал раза в 4 больше. И принимайте его какое-то время. Но знайте, что тем самым вы можете нарушить баланс меди. Цинка вам надо в 10 раз больше, чем меди. Если вы нашли хороший БАД с таким соотношением, это хорошо. Кроме того, я рекомендую принимать цинк в комплексе микроэлементов, потому что нам нужна не только медь, в природе много минералов. У вас может быть избыток цинка и нехватка других минералов. Такой мой совет. Отлично. Джуди с Фейсбука пишет. У меня ужасно много сосудистых сеток. Поможет ли крем с конским каштаном избавиться от них? Это очень мудрая идея. Я это полностью одобряю. Отличная идея. Хорошо, надеюсь, это сработает. Кэрол с Фейсбука. Я 5 месяцев на здоровом кето, но у меня повысился уровень А1С и холестерина. Это нормально? Надо ли ей беспокоиться? Есть одно явление. Когда человек переходит на низкоуглеводную диету, его А1С внезапно повышается. А1С отражает средний уровень сахара в крови за 3-4 месяца. Столько времени живут в клетке крови, а потом умирают. Когда люди переходят на низкоуглеводную диету, иногда время жизни клеток крови увеличивается, и они накапливают сахар дольше. То есть из-за того, что ретроциты живут дольше, результат этого теста немного искажается. И надо учитывать, что некоторые люди следуют низкоуглеводной диете большую часть времени, но нарушают ее по выходным, а этот анализ отражает среднее значение. Если диету порой нарушать, анализ все покажет. Так что следуйте диете очень строго, неизменно, чтобы А1С был как можно ниже. Хорошо. А теперь у нас вопрос викторины. Прошу вас, Док. Из-за чего чувство голода резко усиливается в 8 утра, если человек голодает? Надеюсь, ни у кого из наших зрителей такого нет. Мы получили вопрос от Пепперс Фейсбука. Какое лучшее натуральное средство от язвенного колита? Карнозин цинка. О, хорошо. Очень-очень лаконичный ответ. Талис Ютуба. Поможет ли здоровая кета уменьшить мигрени? Могут ли яйца, молочные продукты, шоколад провоцировать мигрень? Ужасный симптом. Это возможно. От мигрени есть еще одно отличное средство, а именно магний. Но я только что прочитал одно исследование, и там от 600 миллиграмм пользы было очень мало. Ее было чуть больше, от 800 миллиграмм в день, даже от 900, и еще больше, от 1200 миллиграмм. Но, кажется, 1500 миллиграмм позволили почти полностью избавиться от мигрени. Так что вы можете повысить дозу. У нас небольшая викторина от Сории с Ютуба. Расставьте, пожалуйста, перечисленные продукты по порядку. От самых полезных до наименее полезных. Неорганические свежие белковые продукты, органические замороженные продукты. А такие бывают? Органические консервированные продукты. А такие точно бывают. Спасибо. Думаю, это легкий вопрос. Конечно, на первом месте консервы на последнем месте, замороженные на втором, свежие на первом. Вот вам и ответ, Сория. А в этом что-то есть. Я правильно ответил? Посмотрим. Кажется, я слышу аплодисменты, хотя не знаю. Но, надеюсь, правильно. Шаклин с Ютуба спрашивает, должна ли я съедать целую банку масла печени трески, если у меня один прием пищи в день? Какой ужасный прием пищи. Я думаю, вы имеете в виду целую банку печени трески. И я так делал много раз, много-много раз. Я думаю, вы будете в порядке. Но я бы не стал пить все это масло вместе с печенью трески, поскольку его слишком много. Ешьте только печень, это отличный белок. Я делал так несколько раз, я ее люблю. Порой у меня тяга к ней, но я ем ее не часто, возможно, один раз в полтора месяца. Но я ее люблю. В ней много отличных нутриентов. И... В ней есть омега-3. Не думаю, что это будет проблемой. Она очень сытная. Она на вкус, как любая другая печень? Не, не-не-не-не-не. У нее совершенно другой вкус, а текстура, как у пудинга. Не знаю, я ее обожаю, рыбой не пахнет. Она просто... Даже не могу описать. Она вкусная, по мне, совсем не как печень. Печень я не переношу. Ладно, попробую. НС с Ютуба пишет, Недавно я прервал голодание и съел куриную ножку, кето-хлеб с маслом и орехи. Где-то через час у меня начались серьезные проблемы с ЖКТ. Это продолжалось часа три, мой желудок был недоволен. Что надо было съесть вместо этого, когда я прервал голодание? KFC не подходит. Полагаю, голодание было длительным. Когда-то я допустил ту же ошибку. Ведь я просто... Надо скорее поесть. И вот я ем и ем, но не могу наесться. Ваш организм какое-то время спал, отдыхал, и вы просто перегрузили его избытком пищи. Это не опасно. Если голодание, особенно сухое голодание, не было долгим, вот тогда это проблема. Но, думаю, вы голодали не слишком долго. Тут надо начинать постепенно. Съесть немного, выждать пару часов, съесть еще что-то, выждать пару часов. Думаю, в худшем случае будет пищеварительный дискомфорт, но недолго. Потом тело перестроится и сможет переваривать пищу. Мы получили ответы на вопрос викторины. Из-за чего чувство голода резко усиливается в 8 утра, если человек голодает? 84% сказали из-за всплеска кортизола. 10% сказали из-за инсулинорезистентности. И 6% сказали из-за дисбаланса гормонов. Победители есть? Победитель есть. И победитель — кортизол. В 8 утра происходит всплеск кортизола, что вызывает кратковременный скачок сахара в крови. Потом повышается уровень инсулина, и уровень сахара падает. И как только он падает, вы... «Хм, я голоден». Если немного подождать, голод должен уйти, и вы сможете продолжать голодание. Но хочу сказать вот что. Я снял видео про свои эксперименты по сдвигу моих двух приёмов пищи. Вместо того, чтобы не есть до полудня, я сдвинул приём пищи на время обеда, а второй... Нет, я сдвинул его на завтрак, а второй приём пищи — в обед или чуть позже. И после трёх часов я не ем. Именно этой схеме я сейчас в основном исследую, потому что так я получаю энергию, когда она нужна, днём. Мне не надо есть вечером очень много, ведь вечером энергия мне не нужна, мне нужно спать. Похоже, это отлично работает. Попробуйте, может, это подойдёт и вам. Продолжение следует...